итак восьмая серия москва тюмень по мере необходимости буду подключаться комментировать отдельные участки но в основном аудиосопровождение будет разговор салоне автомобиля у него стоянка не выпускает курить а у него стоянок три штуки всего до 12 сезонов такие которые можно курить и не выпускают все кошмар ну да ладно понимаем самолёте всегда в городе да раньше в самолёте мы там во время советского союжа бурили там пепельницы наши были специальные в каждом сиденье встроенные по куринке да а ворота и в поезде допустим там желание в принципе решение постоянно да вытяжка нормальная вытяжка нормальная вытяжку да вот и все больше ничего не надо так движение пока по трассе м7 в отличие от предыдущих маршрутов на восток отличие в том что здесь движение пойдет не через набережные челны а возьмут направление что-то интересное место где валентин возьмет направление на на перми я наверное это отдельно выделю своим сообщением пока движение по трассе м7 с левой стороны по ходу большая тарловка то есть в принципе как бы можно даже ехать А дальше будет? Нет, это... Я вот уже остановился На парке просто туда уже завтра Пассажиры приедут С правой стороны по ходу будет развязка С правой стороны по ходу Елабуга Развязка к Елабуге по улице Набережная Челненинское шоссе Ограничение 50 мм Напомню, с правой стороны Елабуга Я, вообще, на мосты У меня сыну 13 лет У меня через полного седок Этого Да, потому что год Дружка будет в школу Да, так спокойнее Безопаснее И это А там Охрана В школе, да? Да Типа как охрана Бабушка Безьян Кто Говорит Перезьян Жене Жене Все, что там делается? Вопрос На Я Сотдаш Что Тебе Повторак Нет Я Принуврати Движение по трассе М7, Волга, безяки. Ну да, как межрелигиозно. Да, да, да. Вот там, слава Богу, общины есть, вот эти мусульманские, и предотвратили все это. То, что там, типа, во судьбане сначала насилировали русскую девушку, а русские в ответ, короче, к мусульманскую, вот такая утка была запущена. Да, в итоге около ста человек на рынке просто арестовали ОМОНовцы. Это, он просто реально было, по-моему, всем оказывается. Идинь вас арестовали. Там, ну, пермешка. Всё, и их, это, развезли, и куда попало. Такой человек, властей, ноги. И всё, это он филирует. То, что это было специально. И никаких атмосферок не было. Идинь. 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 Да, вот так. Так, что. Фаа в окна пошлась. Ну, уже это проводится. Тот человек. В этой же группе просто так не закончилось. Да. Идинь. 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 Ну, а так, в принципе, тоже, конечно, спокойный город. Как у нас в Ферме ждут триггрован происшествия. Должна как птица, птица упала, лошадь сгорела, хромая лошадь сгорела. Это чьё мы сказали? Это пермского австрадамуса. И должен рухнуть многоэтажный дом. С большим горячим 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 горячим. После всех этих происшествий дома вышел сад. Пятиэтажный такой, на группе шоу. Очень далеко от меня, где я живу. Там кто-нибудь на судалке. Вам рассказано, что вы узнаете. Я не знаю, у меня жена, по началу была, после охранной лошади. Она болит, она в другой центр боялась. И нам по телевизору только извещали про историю. Там привели примеры, что колесей построенный. Впечатление законно. Церковь. Вот эта. церковь. Атриум. 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 Китерум. Второй. Восстой. В агенте театре. Вот. На этом месте должна была быть церковь. Никогда церкви. А ну до этого не было, да церкви. Да. Но должны были это. Ну хотели строить. Нет, там раньше была. Когда церковь её снизили. Хотели восстанавливать Вроде как это Ну это Как это называется Вот И то есть это Они дали Ну так вот все И пробили И вот это Благодарение было Даже по Он трефт Вот Вот Ну короче Вот Короче торговый центр Ну я конечно в это не верю Пока Но факт то что Астрадам пяхнулся Трава уже произошла А что за самолёт я не помню У вас упал Что за самолёт у вас упал я не помню А это Тоже где-то в норму парков Да Конечно что за маршрут А я не ликудаю У нас баба туда Может бахрит Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости Ну хотя правда это так напомню трасса М7 Волга-Безяки с правой стороны не видно за деревьями река Кама Тревога такая, алёд, алёд, алёд. Там пожарная, тревогая, учебная, там, отзываясь. Нормально. Что мне понравилось? Паники никакого нету. Ну если учебное сказать. А, ну да. Не сказали по учебным словам. Нет, ну сказали, эвакуировался, вскопки, и вот эти бомбанок перед этим. Ну что и все, ну спокойно. Ну то, что видимо то, что учебное, А если в культуре... А ещё мы забыли, мы в Сирии. В Москва-Сити постоянно такое проводят. Такие учения. Там же тоже, сколько, я не знаю, там 80-100 этажей вверх. Но не 100. Я не помню сколько. 50-70 этажей. Вот. И тоже регулярно, наверное, где-то раз в месяц проводят всё это. А там же офисное помещение, офисное здание. Все люди работают. И посередине рабочего дня сигнализация, сирена, учебная тревога. Всем выйти. И все начинают спускаться. Рабочий день прерывается. На полдня прерывается. Трасса М7 Волга-Безяки. Такое название. Трасса М7 Волга-Безяки. Какой-то на полдня прерывается. Трасса М7 Волга-Безяки. Какой-то на полдня. Впереди Менделеевск Впереди Мобильный пост ДПС контроль скорости Ограничение 60 Это где еще раз? В Дежды Егорском, в Северском Это Ханты-Мансийский автономной округ Это как раз в районе Суббота Там же Ханты-Мансийский Я просто что-то не помню там не таких Но я просто в другом месте наверное ехал Ну там вроде бы ели Ты прям через Сюров едешь, да? До Куда? До Сургута До Тюмени А где Сюров находится? Я через Екатеринбург Вот у меня Пермь А завтра через Екатеринбург А вот Тюмени А там просто А вот Там просто Когда не было этого Там промежуток был Парная камера Контроль средней скорости Ограничение 60 Проще там где-то Около 70 км Была ровно не достроена Ездили все через Сюров Офи обустроили И сейчас мы приходим Вот, да-да-да И из-за этого сейчас Перти Кайф Очень сильно насередился На Екатеринбург Все вместе Раньше, как Какие-то перевалочные базы были А сейчас все мимо А сейчас все мимо И центр Урал стал Впереди Мобильный пост ДПС Контроль скорости Ограничение 60 С правой стороны Река Кама Ее не видно отсюда Трасса М7 Трасса М7 Трасса М7 Волга-Безяки И была развилка Тоже трасса М7 Федеральная Ушла влево У них это Грязные Ну, в этой дороге еще название 16К 0814 Что это? Камские Камские? Нет Нет В производстве Здесь Нефтехим Перерабатывает Трасса Впереди Мобильный пост ДПС Контроль скорости Ограничение 50 Очень низкого качества Трасса 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 С правой стороны Безяки С дороги Наверное не видно будет Впереди город Ограничение 40 Ограничение 50 Хабаровск Погнали Ядера Его предбери он неректабель Невостребован А Здесь Есть А Европа Ничего не поставляют Заключиваний Так, сейчас дорога называется Безяки и Живка, 16к-11.57. У нас в Советском Союзе полотни и стройки наши, у него службы 20 лет, то есть 20 лет мы его должны списать, мол, вот написали где-то 2015 годов, ну в два раза, как бы говоря, даже не списали, а просто заставили, что здесь нет времени, лучше плавать еще, просто плавать, не заработать. На видеодорог России 2 начал размещать видео из окна поезда Красноярск-Мариинск. Ну, где-то, по-моему, как раз-таки, где-то в районе Казани, что-то было тогда на ЧП. Ну, да, 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 пассажирский утром. Да. Это в плане того, что... Дети, да, по-моему, были? Да, да. Это не из-за теплохода. Это год. Не из-за дней. Дело в том, что это... Если людей, или если командира. А? Но есть капитана. Нет, ничего не капитана. Конечно, капитан отвечает на все, да ладно, понятно. Дело в том, что там много свободных причин, которые... Пригодили. Да. Пригодили. Первый. Турган, как таковой, был подчинен Тургзейской земле. Погода, который был на Камском, Бербском. Вот. Булгария. Да, да, да. Вальчик был приедом, но... Булгария приказала. Он был задан в аренду указания. Вот. В аренду. И, короче, капитан... Впереди опасный поворот. Ограничение 50. То есть, его приказали. Он говорил, отказывался ехать, потому что он говорил, что я не смогу. Там шторм был очень сильный. Угу. Нельзя было идти. Этот, что, он же не понимает? А он же по рекам шел или по по шелу? Вот. В Камском, в Камском острове, да? Там он вулк падает. Она там настолько широкая, что... Шторм может быть. Ширина. Вот. Там вот это не еще. Ага. И, короче, этот... Вон этот макуле, печать. Тургзейский ехал теперь. Идти нельзя, идти нельзя. Мне запрещает по ограничению. А мне кофе, не запрещай. Иначе ты это... Волен. Да. Ну, я не знаю, что вот тут... Да. Тут честный факт. Капитан. Я бы сказал, дай мне кофе. Да. Потому что он прекрасно знал. Чем не грозит. И пошел. Угу. Я не знаю, почему. Я бы не пошел. Там волна была там. Угу. Двадцать тысяч метров. Вот. Просто так, ну вот так. А вот, не приняло. Все. Угу. Но. Дело в том, что... Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 70. Ну, короче, вот так вот. Нам, конечно, пришло привело. Я говорю, конструктор привело. И изнов теплоход. Вполне нормальном, адекватном состоянии. Теплоход. Хороший. Угу. Акрутей. И вот меня очень сильно раздражает. Вот этот. Именно вот эта ситуация. Когда. Умрекание любит. Таких вот есть. Слепых. Таких. Дорога при себе. Таких. Неадекватных. Вот я, допустим, на реке. Да, да. Волейкий гиберзон. Он идет. У меня. Скорость 7 километров в час. Тихонечко. Я только уел. Угу. Даже в берег входит. Чего трасса? Угу. Сейчас движение по трассе 16к-0024. Походу все его. Походу все его. Но зато. Э. Допустим. У тебя. Это берегу. Чуверяешь. Там подразбитые. Допустим. Да. umeосрадие. А sitten. А этих, допустим. 120 километров. Говорю. Берегов Квиттер. Да. Чуверяйчик. Куда? Кудау пrac off. Впереди опасный поворот. Ограничение 50. 16К-0024 трасса. Слезедорожный мост летел на повороте . Впереди город. Ограничение 40. Впереди город. Впереди город. Капитан спал. Каюта находится на районах. Он что-то выкинуло. За машину. И какой-то придурок пришелся. Свидетель. Он был не от парохода. Он вылезли с ним. От парохода. То, что он погибло в доме. Без всяких. Без всяких. Здесь 15 лет. Он понятен. Он понятен. Он что-то себе так сидел. Он даже не понял. Он даже не понял. Он не знал. Он не знал. Кто вылили следователь. Что у тебя 300 человек. Кому ходим. А его за это не. Вот. За нас. Это ответственность. Ну это конечно. Это страшно. Я считаю на реке. Такие происшествия. Это. Я бы сейчас. не сравнился с терактами. Конкретно. Сколько я работаю. Дай Бог. Засчитаю. 20. В следующий год. Не было. У меня в практике. Впереди опасный поворот. Ограничение 50. Даже засыпал только. Вот реально засыпал. Еще. Там. У меня. Крупный дом очнулся. Фу. В пароходе туда едет. Раз. Выдал его. Дальше поехал. То что. Вот. В таких. В таких. Масштабах. Угу. Это надо. Специально. Я считаю. При этом. Потому что. Когда я не поделюсь. Сказать не правильно. Как будто. Специально. Доехал. В штурму. Я тоже не верю. Что это так. Автор рулевой. Какой. Так. А где автор рулевой. Там каждый раз поворот. Автор рулевой. Работаем. Только. Чувствуем. Дальше. В море нам. Вот такие вещи огромные. А там. Автоприводы. Тоже. Все эти виды есть. Получается. Да. Да. Маленький. Дорога еще нет. Массажинский. Всех. Так они ходят. По условиям. Я. Дорога. Это тоже самое. Как речка. У нас. Справа. Это белая полза. А у нас. Если это называется. Кто? Макина. Вот. Ограждает группу. Ага. Вот. Справа. Красная. Слева. Белая. Вот. И вот. Так же придет. С своей полосой. А пассажир. Преоритет. Король. По дороге. На машине. Вон. Вон. По центру. Грустя. Грустя. Объезжает. Так же левосторонние движения. Как левосторонние движения. Тоже лево. Попробуем. Так на дороге. Впереди. Опасный поворот. Ограничение 60. Ну а даже. Это. Допустим. Ну. Пороже. Депутат. Пороже. Вон. В среде. Где-то. 12-13 км в час. Ну это. Эээ. Некоторые говорят. Ой. Че такое 12 км в час. А. Ты. Представь себе. Максим. Вот. Две. Едичные. Боржи. Даже пускай пустые. Грустя. Сам теплоход. Ну. Сам теплоход. Где-то. Ну. Большой. Как бы. Солнать. Вот. А еще. Две. Две. Боржи. И вот. Со всего разбива. Это. Вся. Масса. Допустим. 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 Бывало. Что. Патроны суток взрывались. А чем? Так же. Фоксирование. Да. Подходят. Где можно подойти там. Подают. Вверху. 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 Пока это. Не размоешь. Позицию. Вверху. Да. Вверху. Вверху. Так же. Ты же. Вверху. Вверху. Жарко? 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 В машине жарко? Нет, не все Это, манове, облажение Это, маня Это, маня Зай Зай Так, трасса 16к. 16к-0024. С левой стороны по ходу шла железная дорога, теперь она ушла резко влево. Что-то говороны замолчали в салоне автомобиля. Байки такая есть. В перечнике, варьки, допустим, на которые полгода во время ходят, обратно возвращаются. Берут две машины на такси. Я тебя? Берут. А вторая есть фражка. Берут. Берут. Я прошу этого. Вашего? Берут. Берут. Никто не потихнил. Берут. 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 Дмитрий и водородов. Ну, что бы один раз сделал там. Молодец. Продолжение следует... Продолжение следует... Впереди город. Ограничение 40. Другое название 16К-0005. Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 40. Впереди опасный поворот. Ограничение 50. Впереди опасный поворот. Ограничение 50. Впереди опасный поворот. Ограничение 30. Впереди опасный поворот. Впереди опасный поворот. Короткий отдых. И в путь снова. Значит, за Крынды, поселок, по всей вероятности, может, поселок городского типа, не знаю, левый поворот. Левый поворот на трассу, на участок дороги, который называется Агресс, Красный Бор. Номер трассы 16К, 0005. Давайте. Останавливались прямо посредине поселка. Это или поселок городского типа. Так, посмотрим в интернете, что это за википедии сказано, что Крынды – это деревня Агрызского района Татарстана, расположена в 50 километрах к югу от Агрыза, около речки Турдали. Точно неизвестно, когда был основан Крынды. По преданиям жителей Крынды основали татары, переселенные из Сабинских краев. Есть предположение, что название деревни исходит от слов граница окраина. Во-первых, она расположена на окраинной земле, которая являлась владением Тевлековых. Во-вторых, находится на краю деревни Турдали, которая была основана раньше деревни Крынды. В 1840 году здесь обосновались и русские, а в 1860 году в Крынды приехали новые русские семьи со стороны Камы. Вот такая вот история деревеньки. История, так, школа организована в 1912 году. Ну, можно еще что-то почитать из Википедии. Ну, кому интересно, сами зайдете, посмотрите. Так, ну, когда уж поедем? Ладно, поехали. Итак. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ранняя осень. Но инфраструктура не очень, как вы, наверное, обратили внимание. У меня в курсе у Ежевска есть разница в часовых поясах или нет. Час. Есть, да, час. Ежевска сначала на час поменяется, потом на час, еще на час. Просто в предыдущий раз ехал в Саркут, я ехал по другой трассе через Кострому, Киров, там сразу плюс два. Через час. Значит, по идее, скоро уже должен будет поменяться. Ну, больше тысячи лет праздник. Я уже забыть. Ага. Ну, раньше, Пермский край, Пермский Грозный и, эээ. Пермский автомобиль и мокру. Ага. Вот. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 70. Обрату женскую, мотинскую или другой стране, но в Бельме, я зачастую в 6. На топке, в атоме, в 6-м 5. От Бельме до Красавишеск. Тоже в часов 5. Десять уже получается и едиоти. Да, и там еще больше. Часто в 12. И чисто примерно с мутравиями это силил в дерево. В Европе можно за день 2-3 страны пересечь, если не больше. Впереди город Агрыз, город в республике Татарстан, Россия. История. Известен с 1646 года. В начале 20 века в Агрызе располагалось волосное правление. Имелась школа, две мечети. Во время ижевского-боткинского восстания Агрыз был занят ижевскими повстанцами. До конца октября 1918 года в городе и его окрестностях шли тяжелые бои. С 1924 года заштатный город, подчиненный Елабужскому кантонному исполкому. В 1926 году исключен из списка городов. В 1928 году отнесен к категориям рабочих поселков. С 4 марта 1964 года вновь районный центр. Население 19704 человека в 2017 году. В 1929 году. Экономика и инфраструктура. Пищевая, строительных материалов, деревообрабатывающая промысленность. Типография. Четыре средней и детско-музыкальная школы. Профессиональное училище. Ледовый дворец, бассейн, стадион. Известные уроженцы и жители. Абдрахманов Асав Котдусович. Моряк. Герой Советского Союза. Файрахманов Айрат Закеевич. Заместитель министра финансов Российской Федерации. Халик Аблидар Шавкатович. Премьер, министр Хатарстана. Премьер, министр Хатарстана. Ограничение 40. Да, мост срочный город стоил. Вот, через Калу. Проход у нас был от ГМИ. Варили. В средствах. Варили. Ну, да, его зовут. Ну, факт, я к чему родил, родил. Ходил и, конечно, вот сейчас мужики говорят. Которые, ну, катастрофы шутят. Нормал по черному, конечно. Реально. У него, это, в рейдинге, где дети, там типа Формса журнал есть. Угу. Только российский. Угу. На 10-м месте. Биллиардеры. Дети. А тут и дети могут, которым по 25 лет. Биллиардеры. Вот. Ну, факт том, что он... Ага. Он оборвал, но и это... Ну, это видно. Я не забывал. Да. Это видно. Вот реально видно. Угу. 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 Это всё пошло, не договориться сейчас, что не будет. Сейчас в Москве ничего не есть. Сколько у вас в среднем разрешении в Москве? Не знаю, тысяч тридцать может. Тридцать? Лика. Тридцать? Мальчик, привет! Привет! Я сам родорок с Соликанского. Приезжал в Соликанское, в Соликанском не работал. Настраивал, нифига не было. Часто та другая. Та вот, попытаешь, она идти там сменить. Не адаптированно. Может быть, не знаю. Двигаемся по улице Карла Маркса. Левый поворот Заводская улица. Проехали. Впереди улица Толстого. Проезжаем перекресток. Впереди мост через реку Огрызка. Вот он мост. Вот он мост через Огрызку. Правый поворот Огрызская улица. На перекрестке правый поворот улица Азина. Двигаемся по улице Карла Маркса. Впереди железнодорожный переезд. Мост через железную дорогу. Двигаемся по улице Карла Маркса. Двигаемся по улице Карла Маркса. По улице Карла Маркса. Двигаемся по улице Карла Маркса. Переезжаем железную дорогу. Сейчас мосты везде начали ремонтироваться. Два дня подряд в России мосты падали. Один, по-моему, под большим грузом разводился. С левой стороны через квартал параллельно улица Гагарина. Правый поворот улица Аметова. За перекрестком с правой стороны школа номер 3. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. Правый поворот на улицу Гоголя. Слева впереди магнит. Сейчас откроется. Вообще-то за домами не видно. В общем, с левой стороны в метрах в 200-300. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. Впереди перекресток. Поворот направо на улицу Пушкина. Лево переулок Горького. С правой стороны за домами стадион Локомотив. Правый поворот на улицу Энгельса. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...